Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! По вторникам у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы готовы поучаствовать с помощью своих знаний каких-то и опыта профессионального. Ну да, без историй передача влачит жалкое существование. Нам приходится вспоминать те темы, которые были актуальны 5 минут назад или 5 недель назад. Но обращаться к прошлому все время, наверное, не совсем правильно или неправильно. Мы живем в настоящем, текущими какими-то вопросами, текущими трудностями, радостями. И какие-то планы, что важно, постоянно корректируются на личной какой-то ситуации. Собираешься сделать одно, задумываешь одно, а происходит другое. В общем, так если в общем сказать, мне симпатична мысль, что здоровый человек – это тот, который способен адаптироваться к изменяющимся условиям, себя адаптировать. Техически вы имеете в виду? Ну и физически в итоге тоже. И адаптироваться самому, и адаптировать условия среды. Здесь такое взаимное влияние. В общем, мы правда ждем ваших звонков не только после передачи, но и во время. В общем, моя дочь сказала ей, скоро будет 21 год, что звонить – это очень сложно. И в общем, мне стало интересно, я немного ее порасспрашивал. Если вам будет интересно, я тоже готов этой информацией поделиться. Ну в общем, наверное, 20-летние нам не позвонят. Но кто-то может быть постарше нашего возраста. Мы с интересом, я надеюсь, используя и проведем это время. Алексей, у нас звонок. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Здравствуйте. В 80-е-90-е годы про психологию как бы не очень много говорили. А сейчас практически там в трамвае, в транспорте можно увидеть вывески там центра психологической помощи, центра развития личности. То есть психология стала более востребованная. А если можно, на ваш взгляд, это как? Я думаю, что стала более востребованная. Более как бы информация появилась больше. А вас как зовут? Меня зовут Любовь. Любовь. Ну вот если тоже еще пару слов. Вот такая мысль, смотрите. Психология стала более востребованная. Это у нас, значит, появились какие-то новые потребности по сравнению с 80-ми годами. И на эти потребности откликнулись такие специалисты, как психологи. Ну, просто они появились под потребности. Или что-то другое произошло? Что поменялось, на ваш взгляд? Почему эти... Потому что потребности были, потребности были, просто стало более, как бы, больше информации, больше доступно стало. Вот если у человека какие-то психологические проблемы, то он обладает больше информацией, куда он может обратиться со своими проблемами. А раньше это было закрыто как-то, ну, и не принято, может быть, даже. Ну, возможно, не принято, потому что мы из зарубежных фильмов видели, что там люди ходят к психоаналитикам, да, к психотерапевтам, и подростки, и взрослые. И у нас, ну, с некой иронией мы относились, мне кажется, к этому. — Любовь, если я не ошибаюсь по голосу, вы, наверное, человек, который уже жил в 80-е годы. — Ну, в 90-е точно. — Ага. А на ваш взгляд, вот ближе к этому времени, какие могли быть психологические проблемы у человека в 80-х годах? — Ну, они, наверное, всегда одни и те же. То есть, мне кажется, вот там, ну, допустим, проблемы в семье, они всегда были там, и в отношениях, наверное, неизменные такие проблемы. — Ну, и последнее, может быть, поскольку вы нас спрашиваете, а мы так по хорошей традиции терапевтической спрашиваем в ответ, перед ответом, а эти объявления, которые вы встречаете, как они вами воспринимаются? Есть какой-то внутренний отклик? Ну, то есть, это как-то дополняет ваши ожидания и картину мира? — Возникает ли желание обратиться за помощью? — Ну, да, может быть. — Ну, как бы у меня уже там и нет таких проблем глобальности, которые было бы хотел обратиться. Но все равно такие моменты, они фиксируются в памяти, то есть, как бы они откладываются. Когда возникает такой вопрос, может быть, там, с ближайшего окружения, куда обратиться, то есть, ну, как бы можно посоветовать. — Спасибо за вопрос. — Спасибо. — Да, ну, такой очень широкий вопрос. — Да, в чем разница между 80-ми годами и практически 40 лет спустя? — В чем разница? Ну, во-первых, я бы так сказал, что важно понимать, а что мы сравниваем. Что мы сравниваем, сравнивая 80-е годы и 2000-е годы, 2020-2021. — Ну, насколько я знаю, да, вот у меня информация по данному вопросу, что в начале 90-х годов, там, 93-й год, 92-й, вот у нас в Самаре было только пять специалистов, которые были обучены именно и получили профессиональное образование в области психологии и психотерапии, да, если брать вот эту медицинскую составляющую, и на полуторамиллионный город это, наверное, было очень мало. — Ну, здесь как посмотреть? Может быть, у полуторамиллионного города и не было вопросов даже к этим пяти специалистам? — Я думаю, что из них большинство и не знали, что эти пять специалистов есть, потому что как они могли найти рекламу там, да, или вот… — Я немножко пытаюсь вывернуть вопрос вот в какую сторону речь, ну, уйти от традиционного понимания, традиционное понимание какое? Мы запаздываем, ну, например, Запад впереди, ну, то есть у них давно, как вы сказали, психоаналитики, психотерапевты, а мы опаздываем, у нас только они появляются. Ну, это такое традиционное понимание, связанное с пониманием индивидуализма, индивидуальной свободы, моды и важности личностного развития, личностных… — Очень интересная мысль у меня возникла. — Да. — Разбанки и психотерапевтов потом. — Да, личностных границ, личностных свобод, индивидуализма, достижения, соревновательности и так далее, да. Ну, вот возвращаясь к индивидуализму, что такое психолог? — Это человек, к которому приходит другой человек, рассказывая и обсуждая свои личные индивидуальные трудности, да. И в основном психолог или там психотерапевт — это, ну, сейчас медицинскую часть не берем, в широком смысле возьмем, да. Психолог — это тот человек, который помогает самому человеку, ну, с чем-то в себе познакомиться, что-то принять, пережить какие-то проблемы. Кстати, психолог — это не обязательно специалист по проблемам. Иногда это специалист, помогающий человеку, у которых нет проблем. Вот любой звонит и говорит, у меня нет проблем, поэтому я не иду к психологу. Но, еще раз, не обязательно к специалисту, к психологу обращаются люди, у которых есть проблемы. Ну, точнее, они могут это как-то по-другому сформулировать. Ну, например, они обращаются, потому что они хотят поменять профессию. Или они обращаются, потому что они хотят что-то про себя узнать, не имея трудностей на текущий момент. Вообще, само выражение «у меня нет проблем» очень часто звучит так, что я не понимаю, в чем мои проблемы. Они, скорее всего, есть, но у живущих всегда есть какие-то трудности. У нас всегда между живыми людьми есть трудности. Другой вопрос, что я пойду с этими трудностями. Ну, как классический пример, руководитель, который общается с подчиненными, и подчиненные все стонут от него. Если его спросить, у тебя есть трудности с подчиненными? Он говорит, я замечательный руководитель, я со всеми хорошо общаюсь, все хорошо выполняют свою работу. Мне очень нравится в этом смысле такое выражение, проблема может быть не в том, что человек не знает, как ее решить, а в том, что он не понимает, что проблема есть. Он ее не идентифицирует как проблема. Ну, да, вот, например, человек приходит и говорит, ну, у меня все есть, там, работа высокооплачиваемая, семья, там, жена, дети, но меня не радует. Вряд ли он говорит, у меня есть такая проблема, меня это не радует, да? Он просто приходит и говорит, ну, меня это не радует, например, так, как раньше, условно говоря. Да, и он знает, куда идти. Раньше бы, может быть, он пошел к священнику, или раньше бы, может быть, он пошел в партийную ячейку куда-то, может быть, на кухне бы он посидел с друзьями. Вот, там, начало 20 века, середины 20 века, ну, у нас со временем появились такие люди, специалисты, психологи, которые основным таким фундаментальным обладали, обладают свойством или способностью, да, такой вырабатываемой, вот, общаться с другими людьми. Вряд ли что-то советовать, вряд ли давать какие-то прямые рекомендации, ну, мол, разводись или женись, покупай машину или продавай, заводи козу или, ну, избавляйся от нее, да, там, что-то делай с родителями. Которые помогают человеку, вот, разобраться с самими собой, а сейчас, я бы еще добавил, помогают человеку сориентироваться в той важной для него среде окружающей. То есть это не биологическое, не только биологическое пространство, это и среда культуры, и семьи, и каких-то морально-этических ценностей, да, сориентироваться в среде, чтобы быть более творческим человеком в этой среде, да, чтобы мочь реализовывать те желания. Ведь желания не только с человеком связаны, они связаны с тем, что его окружает. Здесь есть определенная взаимосвязь. И вот, мне кажется, эта идея продуктивная в последнее время, по крайней мере, что в этом смысле психологи, психотерапевты – те люди, которые помогают другим не столько разобраться в себе, не столько найти истинное «я», ну, какое-то, да, чтобы ему соответствовать, ну, очистить от всего ложного, сколько помогают им творчески включиться в то, что эти сами люди имеют и чего они видят вокруг себя, да, творчески включиться. А то есть когда люди становятся творцами своей собственной жизни, да? И они что-то творят. Причем, да, причем это творчество, оно своеобразное, оно зрячее такое, с учетом того, что, собственно, что и кто людей окружает. Можно же творить, ну, как ребенок пришел, нарисовал на обоих, да. Можно творить, зная, что есть какие-то ограничения, есть другие люди, которые тоже чего-то хотят, да, есть какие-то другие свободы. Ну, в этом есть разница. Вот вы говорили, что мы всегда такие, ну, запаздывающие, да, или догоняющие за западом. Ну, есть такая идея, да. Да. И мне пришла мысль в голову, что за рубежом во многих странах, ну, не особо принято вступать в близкие отношения, там, с соседями и даже с собственными друзьями. Ну, есть некие границы, да, через которые переступать в откровенности нельзя. Вы уверены, что это не миф? Ну, по отзывам тех, кто там жил, вот такая штука есть. Хорошо. Ну, есть разные варианты, да, но и такая в том числе. Я к чему, что вы неоднократно в наших передачах говорили о том, что все больше приходит подростков и студентов первых курсов на прием к психотерапевту. Если посмотреть, как сейчас меняется коммуникация у молодежи, то приход к психотерапевту – это такой способ поговорить с кем-то о себе. Я к чему, что мои знакомые, как раз, да, у кого дети подростки, ну, вот этот возраст 15-20 лет, родители удивляются, как дети общаются. То есть звонки друг к другу, даже по телефону, когда нужно пообщаться, они уже не актуальны. Актуальнее становятся сообщения голосовые, которыми обмениваются. Даже вот, ну, не знаю, две подруги сидят, вот буквально недавно там мне рассказывала одна коллега, вот у нее дочь в девятом классе учится. Она говорит, вот она сидит, эта подружка, они обсуждают там какие-то вопросы. И они не по телефону созваниваются, они обмениваются голосовыми сообщениями, потому что они таким образом соблюдают границы другого человека. То есть они не вторгаются в его жизнь звонками, ну, мне надо с тобой поговорить, да, отправляют голосовое сообщение, и она прочитает его, ну, тогда, когда ей удобно. Она может обдумать ответ и также голосовым сообщением ответить что-то. То есть, ну, вот интересная форма коммуникации, которая как будто бы, ну, в перспективе необходимость общения с психологом вот делает, так вот, не знаю, очевидной. То есть потом пойти к психологу и обсуждать какие-то вопросы, хотя бы для того, чтобы, ну, как человек, сидящий напротив, отзеркалит мои какие-то процессы, там, я вот лучше про себя что-то пойму. Запутала? Нет, не запутали, но чем хочу откликнуться, и возвращаясь к вопросу любови, вот, я думаю, что в этих очевидностях можно еще кое о чем поразмышлять, в кажущихся, в принятых очевидностях. Какие очевидности? Ну, очевидности границ. Ну, например, вы говорите, там, возможно, подростки уважают границы друг друга. Но они этим объясняют себе свое поведение. Идея границ ведь это, ну, это метафора, по большому счету, то есть нет ничего жестко очерченного, жестко определенного, что можно было бы назвать человеческими границами. Если мы не имеем в виду поверхность тела, ну, физические границы, что такое психические границы? Это способ о чем-то говорить, психологические границы, да? Там, там, личностные границы. Если представлять их аналогично границам кожи, то я думаю, что мы сильно редуцируем, но сильно обедняем наше представление о психике, что она примерно так же, ну, вот, как, знаете, как, ну, какой-нибудь невидимый пузырь вокруг нас, да? Да, вот говорят, там, личностные границы, это, там, 20 сантиметров или 30 сантиметров, да? Вот, там, социальная граница полтора метра, ну, там, полтора метра, да? Ну, кто какие цифры. То есть, это попытка думать о том, что человек, ну, в каком-то таком коконе находится. То есть, это возвращение опять, ну, какой-то структурной модели, если можно так сказать, да, к тому, что это каким-то образом должно быть воплощено. Из того, что мы знаем о психическом функционировании, из того, что сейчас обсуждается психологами, интересная другая идея о том, что граница – вещь абсолютно подвижная и имеет не заданный характер сегодня, и завтра, и послезавтра одинаково, а имеет характер абсолютно временный, абсолютно уникальный в каждый момент времени. Сегодня у меня с вами, сейчас, в разговоре, если уж говорить о границе какого-то контакта, да, какого-то взаимодействия, она вот так ощущается, а через пять минут по-другому и так далее. Поэтому говорить, что это что-то заведомо заложенное, что-то, к чему можно адресоваться, но только как метафория. Возвращаясь к тому, о чем говорила любовь в 80-е и 2000-е годы, я думаю, что во многом индустрия психологии стала предлагать свои услуги, то есть потребности стали формироваться. Мы уже тоже об этом знаем, да? Вы просто не знаете, что вам нужно достичь, собственно, идентичности. Мы вам об этом расскажем на протяжении какого-то времени, и через какое-то время вы к нам придете за собственной идентичностью, или за собственными границами, или за смыслами, или еще за чем-то. Ну, это есть, как и в других историях, сфера услуг, когда, ну, определенные потребности формируются, да? Формируются для того, чтобы быть потом проданным. Ну, так же, как с, ну, потребность, я не знаю, там, носить модную одежду, да? Ведь она ничем не лучше, может быть, безбрендовая одежда, да? Ну, вот есть определенная так сформированная потребность. Это целая такая история. Вот в психологии, в психотерапии это тоже прилично выражено, поэтому реклама, которую видят наши сограждане, которую мы видим, она, в общем, ориентирована в том числе на то, чтобы это дело развивалось где-то с перекосом в прибыль, где-то без ущерба для самого дела. Вот. Я думаю, что повлияло еще, продолжая отвечать на вопрос, повлияло еще и усилившаяся неопределенность в нашей современной, как это, тавтология, да, в нашей современности. Неопределенность в чем? В тех же самых, в том же самом понимании того, в понимании семьи, в понимании отношений, в понимании работы и отдыха. Ну, то есть... То есть, потому что нам стала больше доступна информация о том, что есть разные формы семьи, оказывается, да? Вот, кстати, по поводу вопроса информации. Что значит «стала доступна информация»? Она где-то была скрыта, то есть где-то было скрыто это понимание о том, что семьи могут быть разные, да? Ну, где-то было скрыто определенно. И мы добыли эту информацию. Или мы эту информацию сконструировали. Мы, я имею в виду люди, это тоже старая интересная идея между открытием и конструированием. То есть, мы что-то открываем, на самом деле есть разные формы семейных отношений, или мы, как люди, конструируем. И если сейчас там горячие головы утверждают, что есть, по-моему, до 30 видов пола человека, и они тоже как-то будут семьи, наверное, организованы. Наверное, будут, я думаю, что не две формы семей, там, гомосексуальные и гетеросексуальные. Я думаю, что форм намного больше. Ну, или скоро будет, или уже. Что будет через 50 лет? Сколько будет полов, сколько будет семей? Что будет называться семьями? Это ведь, и ссылаться здесь к биологии, мне кажется, вещь заведомо проигрышная, ну, потому что, как минимум, биология и семья, семья – это все-таки понятие человеческое. Можно, конечно, говорить о семьях животных, но с натяжкой. О стаихах каких-то. Да, у нас свое понимание семьи человеческое, связанное с культурой, с традицией, с религией, с национальностью и так далее. Это очень мощные факторы. Вот, поэтому в этой неопределенности у нас время и четкой какой-то определенности, очень жесткой иногда, очень выраженной, да, и очень сильной неопределенности. Ну, кто-то рассматривает это на глобальном уровне, да, и границы стран стали номинальными. Ну, какое-то время назад, сейчас они снова вернулись, да, туда пускают, туда не пускают, четко на границе контроля. Раньше вот они были очень проницаемы. Хорошо, неопределенность, что еще? Вот сама форма даже, да, телевидение, если вы брать телевидение, например, мне кажется, если в 80-е годы, ведь много фильмов было о чувствах, ну, они были как-то вот, подавались не так агрессивно, мне кажется, как сейчас именно с телеэкранов идет трансляция, не знаю, о важности чувств, о необходимости, и эти чувства часто в телепередачах транслируются избыточно. Ну, по сути, адресуют зрители как раз к тому, что вот, ну, будь внимателен к чувствам, если хотя бы сейчас не к своим, то вот к чувствам участников, например, какой-то телепрограммы, где прям вот страсти кипят какие-то. Я все-таки сторонник, это не моя идея, она мне сейчас очень симпатична в смысле обдумывания, это все-таки идея индивидуализма, идея, так, к которой мы пришли вот в нынешнее время, я имею в виду как человечество, потому что вот это разбираться, вот это важно стало разбираться, где чьи чувства, где ваши, где не ваши, что именно, дать им название, уважать чувства, да, то есть не просто их называть, а их нужно уважать, то есть их нужно разделять, важна эмпатия, и мы достаточно далеко в нашем европейском, мы все-таки, наверное, в этом смысле европейская страна, ну или в этой части, где мы уже почти не говорим о коллективизме, потому что там меньше важно, менее важен разговор о чувствах, да, вот, о личных, да, там скорее, что… Ну там о целях коллектива больше речи. Да, что будет значить это для группы, что это будет значить для какого-то коллектива, а здесь вот индивидуализм, да, вот у вас так, а у меня по-другому, да, у меня другие, я не буду это делать, я не хочу, да, вот такой, ну, нынешний, ну, назовем его новый европейский подход. Вот, и в этом смысле, конечно, телевидение, конечно, разговора о важности, о том, что это нужно лелеять, этому нужно уделять внимание, о том, что чувства многое определяют, что они имеют свою историю, что они могут быть травмированными, идея травмированности сюда же, да, причем они могут быть, ну, это нас в археологии, мы уже об этом тоже говорили. Ну да, и адресация к детской родительскому отношению. Да, 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 я так себя чувствую, потому что вот меня недолюбили, например, да, или где-то там было какое-то насилие. Это целая, ну, вселенная, куда мы вступили и из которой, может быть, нескоро выберемся. Выбираться нужно будет не потому, что это плохо или как-то еще что-то, но потому что это себя изживет, потому что это себя исчерпает и потому что, ну, будут важны какие-то другие тенденции. А сейчас, да, индивидуальный подход очень важен, и люди как ходят на то, чтобы заниматься своими телами, они ходят, чтобы прокачивать свою психику, свою психологию. Ну, интересно, вы рассказываете, я сейчас вот, не знаю, вспомнила в рамках нашего разговора собственное удивление, когда помогала сыну готовиться, ну, там, какое-то сочинение было по Достоевскому «Преступление и наказание». И читая эпилог, я с удивлением обнаружила, что, оказывается, на этом суде у Раскольникова еще заслушивали психолога, где психолог оценивал действия Раскольникова. И для меня это было удивительно, что вот в юридической вот этой сфере в то время уже были психологи. Ну, да, да, интересно. Сам по себе Достоевский очень сильно повлиял и на психологов тоже, и своими работами, и, ну, мировоззрением, но это немножко другое. Интересный такой факт, да. Вот, причем это не 80-й год, это намного раньше. Ну, это еще после 80-х, 100 лет раньше. Да-да-да. Вот. Поэтому, ну, не знаю, что еще добавить к интересному вопросу любови. Мне он еще чем нравится... У нас немного времени. Да, мне еще он чем нравится, здесь я с телезрителями нашими поделюсь и с вами. Мне нравится, что этот вопрос не только про сиюминутное, вот, ну, как говорится, не поднимая головы от грядки, да, он еще и позволяет, может быть, посмотреть, какой путь мы прошли, мы как люди, да, или я как отдельный человек от 80-го года до 2020-го, что для меня сейчас важно, почему это сейчас важно, и не сравнивать в смысле того, что 80-й год это плохо, потому что он отстоит во времени. Ну, вот эта идея стрелы времени тоже, да, чем дальше по стреле времени, тем лучше. Наверное, были и свои плюсы, и минусы, и поэтому отсутствие психологов тогда тоже можно рассмотреть с позиции, что, может быть, не было такого количества вопросов к ним, такого количества страдания, может быть. Хотя я знаю, что, ну, уже была переводная литература, уже психиатры, те, которым было интересно разговаривать своими пациентами, не только назначать медикаменты, но и разговаривать, уже читали эту переводную литературу и пытались эти разговоры наладить, специфические разговоры, и, слава богу, наступило время, когда мы можем в своих кабинетах это делать. Интересно, да, вопрос любови, он еще показывает, что она, ну, видит чуть больше и чуть шире, как мне кажется, да, потому что многие люди, которые едут трамвая, они вот настолько погружены в собственные проблемы, не замечая, возможно, ни людей вокруг, ни того, что происходит, а вопрос любови показывает, что у нее интерес какой-то, да, вот к тому, что уже во внешнем мире происходит. Ну, да, наверное, и, может быть, это интерес, хоть она и сказала, что мне незачем и не с чем туда идти, может быть, как раз это попало в поле зрения, это объявление, потому что, может быть, есть какие-то вопросы, да, которые... Ну, то, о чем вы говорили, проблем вроде нет, но, возможно, есть вопросы, которые действительно можно задать специалисту. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Да, спасибо вам. Спасибо нашим телезрителям, которые принимали участие, да, в качестве зрителей и звонящих. Спасибо, что вы нас смотрите, да. Да. Каждый вторник на телеканале «Самара Гиса» мы в прямом эфире. Всего доброго, берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!